С наступившим новым днём, земляне! Начну с традиционного. Кроме того, что я ничего не продаю, ничего не произвожу и ничего не рекламирую, хочу напомнить, что с упырями и отморозками не общаюсь. Можете писать что угодно, но ответа не получите. Или будет аналогичная ответка. Хотите пообщаться, ведите себя достойно, а не как гопники из подворотни. Другое дело, когда я борюсь с паразитами, как на двух ногах, так и в виде вирусов, то фамильярность исключаю. Уничтожение паразитов — дело неблагодарное и весьма пыльное. Вот лезет такое существо к тебе в хату, да ещё возмущается, что так неприветливо встречают, измажет все стены дерьмом и удивляется, чего его за стол не садят для угощений. Но с такими у меня разговор короткий. Нет, ребята-демократы, только чай из кактуса, причём целиком. Так вот, в прошлом видео про тайны древней энергетики я заострил внимание про принципиальные отличия внешнего облика обнажённой человеческой цивилизации, то есть фактическое отсутствие волос, кроме как на голове. На нашей планете несколько сотен лет назад произошло что-то, поменявшее в корне популяцию человекообразных существ, от чего вся картина древних разительно отличается от современной цивилизации по внешним признакам. И как бы для заключительной фазы по этой теме, немного опишу свои юные годы с некоторыми особенностями, чтобы обратить внимание на генномодифицированных гибридов, и намёк будет про длинные волосы. Да, на самом деле, фотки чёрно-белые, конечно, в 70-й цветной формат был не совсем доступен, а, так сказать, покрасил я их специальным фоторедактором. Правда, не всем получилось цвет добавить из-за плохого качества. Итак, вот тут мне 13 лет. Это рядом двоюродный брат. То есть, снято в 1973 году. Самые застойные времена, когда длинные волосы не очень приветствовались. Ну, тут я в теннис закидываюсь в каком-то спортзале. Как видите, волосы тоже длинные. Мне тут 14 лет. Тут мне 15 лет. Как видите, вся картина та же самая. А это территория школы, когда мне было 16 лет. И вот это турники. И делал вертушку. Одноклассники пытались у меня вытащить фотоаппарат и сфотографировать, но не успели. Я тут вертушку прокрутил и вот соскочил. Так как вестибулярный аппарат у меня был не очень, то, соответственно, такой вид. И, как видите, длинные волосы. Тут мне тоже 16 лет, но это через полгода где-то. Это моя двоюродная сестра тоже самая. Это уже зима, когда мне было 16 лет, Новый год. Ну, как я вам говорил тоже, что я и в ансамбле играл школьном, но еще обслуживал всю радиоаппаратуру, делал и искажатели, и фусы, и микшеры, и усилители. И вообще смотрел за аппаратурой. Даже свои колонки делали, даже гитары. Вот такая была школа. Как видите, то же самое. А вот это мне уже 18 лет после школы, когда я уже на заводе проработал больше года. Это 1 мая, где собирают вместе в принудительном порядке. А вот эти девочки с одного цеха. Я тогда был измерителем радиопараметров. Цехи там, где делают все, что касается проводов и жгуты, какие угодно для компьютеров, и, соответственно, все трансформаторы, дроссели, катушки, ну, все, что мотается. Вот они вручную мотали в основном торы, ну, и различные трансформаторы, которые не поддавались механической намотке. А я проверял их продукцию. Тут мне 19 лет. Был один праздник. Другой ракурс. Как видите, все время длинные волосы. А вот это уже армия. Это я в учебке. Уже полгода прошло. И успел уже тоже себя проявить. Вот это вот самодельный ключ телеграфный. Только не такой, который обычно, а те, которые влево-вправо. То есть, влево точки, вправо тире. Вот этот блок питания самодельный. Это все делал я сам в учебке. Ну, правда, волосы, естественно, у меня покороче. А вот это я делал уже перед концом учебки. Это цветомузыка. Делал дембелю по его заказу. Надо же было чем-то заниматься. Так как мне было не особо интересно. Я, естественно, был в связистах. Там, где занимались и связью, и изучением азбуки Морцы, которую я уже знал еще в школе. У меня и позывной был в школе. Я в ДОСА входил на радиостанцию. Поэтому все это я знал, мне было неинтересно. Да и аппаратуру я все знал. Мне это было все просто. Надо было чем-то время занимать. Вот мне поручали. Вот тут видно телеграфный ключ обычный. Вот эта цветомузыка. Это все сделал я сам. И если вы внимательно присмотритесь, то увидите, что здесь отверстие. То есть, вот эта конструкция еще и крутилась. Мне было 20 лет. А вот это я в казарме. Как видите, тоже на турнике. Нет, я не на табуретке стою, не думайте. На самом деле, я вот именно так и подтягивался. Не подбородок еле-еле, дотягивая до перекладина, а именно вот так. Для меня было 20-30 раз подтянуться. Это так. Разминка. После того, как из учебки в действующие пришли войска, и там дедовщина, все остальные дела, и вот меня это очень сильно спасло, кстати. Был такой случай, когда буквально мы прибыли, и на следующую ночь нас подняли дембеля, построили всех молодых, в том числе и меня, и все должны были пройти на турнике, минимум 5 раз подтянуться. Кто не подтягивался, значит наказание. Кто подтягивался в сторону. И вот, когда до меня очередь дошла, я запрыгнул на турник, и когда уже подходил к 10-му разу, уже меня начали стаскивать, все, давай, давай, слазь оттуда, там 15-20, меня уже за ноги хватают, давай, все. И с тех пор меня практически не трогали. А вот те, которые не смогли подтянуться даже одного, два или три раза, тем досталось, конечно. Дедовщинам, однако. Вот это территория нашей части, особо секретной, после учебки, в которую я поступил. Это я впервые в наряд пошел, вот на этот объект, за несколькими колючими проволоками. Вот видите, тут 5-метровый вал, 3-метровый забор, естественно, тоже там не видно, но колючая проволока, электро, сигнализация, и еще и внутри. Объект огорожен колючей проволокой, еще не видно, еще тут есть один ряд. И дальше бункер. А это моя радиомастерская. Я был там начальником радиомастерской, должность прапорщика, хоть я был срочник, так как должность прапорщика я получал 20-80. Это были большие, конечно, деньги в те времена. Вот это вот моя мастерская. Как видите, ремонтировал и телевизоры, и любую радиоаппаратуру, которая была у офицеров. Ну, естественно, и служебные дела делал. А вот это тоже, так как я умел играть на гитаре, разбирался в электронике, то мне поручили организовать вокально-инструментальный ансамбль при части. Вот эти вот колонки, это собраны по моим чертежам. Я сам собирал их тоже. Динамики где-то доставали, кинаповские. Вот это все я сам делал, и сам настраивал, и сами занимались. Ну, кадры плохие, потому что освещение слабое, а я, естественно, с мыльницы фотографировал. Кстати, у меня в особой секретной части там два фотоаппарата отобрали. В учебке один, то есть три фотоаппарата у меня отобрали успели. Ну, и как видите, это я у себя в мастерской. Бас-гитара, шестиструнка. Это тоже вот мое рабочее место в мастерской. Когда я прибыл туда, вот оно такое было. И вот я тут занимался. Вот это вот сзади, это я уже, как только прибыл туда, буквально через несколько месяцев начал подавать свои распредложения. Вот это одно из распредложений. Фактически каждый месяц у меня было по одному, по два распредложения. Ну, естественно, я получал что-то за это. Ну, и офицеры, те, которые подписывались под этим. Вот тут видно опять мое рабочее место. Вот видно, что я тут чем-то занимаюсь. Уже по служебной обязанности. А вот это вот японский паяльник, который мне один из офицеров подарил. Не подделка какая-либо. Это вот только сейчас вот китайцы такие делают. Ведь все знаете, вот то, что вот жало несменное, а вот такое вместе с корпусом. Вот мне этот паяльник лет 15, наверное, послужил. Тут наушники, в общем-то, неплохие. А тут записи машины времени и Высоцкого. Фактически я только это и слушал всегда. Ну, вот тут подстанция. Это я так для примера опять что-то. Все связисты должны знать что-то такое. Вот я тут на ключе работаю. это тоже самое. И опять моя мастерская. Вот опять еще одно распредложение очередное, которое клепаю. Вот это тоже одно из таких серьезных распредложений было. Это пульт управления боевыми действиями командира части нашему отделу. Довольно серьезная штука. Меня там тоже премировали. Вот еще опять распредложения какие-то делают. но это тоже по связи явно видно динамики переговорные устройства как видите. У меня помощники были. И я конечно сделал себе рабочее место так как у меня было когда-то на заводе до того как меня загнали в армию. Вот тоже очередные распредложения. Вот тоже самое очередное. Вот блок питания который я сам тоже делал с двумя источниками и вольтметр один амперметр вот на каждой вот опять помощники мои это мы в магазине части там продавец была жена начальника штаба ну и мы тут по блату отоваривались понемножку а это я в гражданке как видите видно что рабочее место это я собрался уходить дело в том что в отличие от всех остальных которые были в части срочников у меня был спецпропуск по которому я мог в любое время дня и ночи выйти с этой секретной части и идти куда угодно ни патруль меня не могли сдержать ничего абсолютно но так как это все-таки еще с царских времен вольные поселения то местные старожилы они конечно не очень хорошо относились к военным мало ли что хотя многие меня там знали уже я тоже имею телевизор ремонтировал и радиотехнику другую тоже вот этот вот кассетный магнитофончик японский но тем не менее для того чтобы не было каких-то проблем я иногда когда мне надо было именно в сторону гражданскую идти я одевал гражданку и шел через КПП вот в таком виде пропуск у меня был если что так что был всегда спокоен никто из счастья у нас вообще не мог выйти нормально все срочники там в лучшем случае раз в месяц могли получить увольнительную на полдня и все я же мог ходить и днями и ночами вот это наша казарма которая не так часто был ну и как видите тут у всех пыша шинели шапки я в хбшке пилотка даже некогда было переодеваться это наша летняя столовая столовую закрыли на ремонт на лето и вот мы вот так вот целое лето и прожили на улице я имею ввиду ели вот тут здание штаба сзади а вот это вот помещение ну тут плохо видно и там где была моя радиомастерская примыкала к штабу а вот это хоть это было и как бы официально саперная часть но я был связистом у меня была радиомастерская при этой части но вот эти мины ставились как заградительные на самом же деле часть была саперная но в чем была секретность там были ядерные мины наша часть всего там 300 человек при случае военных действий закрывала фронт ну километров на 300-500 в длину 20-30 километров в ширину то есть ядерные мины закапывались на 15 метров радиопередатчики приемники все эти дела специальная техника которая это все закапывала прикрывала ну и вот надо было мины заградительные ставить чтобы кто-то не добрался до этого в случае чего это уже почти под дембель меня там на доску почета как очень активного связиста пытались прикрепить вот это вот были съемки а вот это уже мне тут 22 года примерно месяцев 5 после дембеля опять же 1 май опять же я в отдельной метрологии уже когда меня переманили с цеха в отдела метрологии еще до армии а вот это японская куртка самая настоящая пуховит вот в ней я приехал с армии я полностью в гражданке приехал с подарками кучей и все остальное ну сами понимаете 2080 в месяц получать полтора года плюс премиальные за распредложение плюс я там столько техники отремонтировал в то время что это просто ужас к тому же не пью не курю деньги девать некуда приоделся приобулся еще и подарки привез и как видите вот буквально за эти 5 месяцев я успел отрастить опять волосы вот еще один кадр с такой же это на тот же 1 май причем когда я уже при дембеле был за мной командир части бегал по штабу пытаясь меня заставить налость-то постричься когда увидел какие у меня волосы на дембель ну и я уже понимал что мне уже скоро уходить все уже я знал даже когда естественно я не мог постричься нормально зачем мне это надо было тем более я всегда был с длинными волосами ну а тут в армии приходилось ну на дембель как же с коротким я не стригся ну а это заметил командир части и вот гонялся за мной причем два раза уже второй раз у писаря штаба пришлось прятаться под столом чтобы мне командир части не нашел прятали меня там а это мне уже 24 года и как видите у меня тут почему-то короткие волосы но это было по причине того что я в 83-84 год был комсоргом отдела метрологии а там сами понимаете но все-таки хоть как-то надо было укоротить волосы пришлось даже ходить в пенжаке при галстуке что для меня вообще было неприемлемо еле выдержал год а вот это 4-комнатная кооперативная квартира и вот мне тут 24 года фактически к 24 годам у меня уже была 4-комнатная квартира кооперативная машина двое детей жена и кошка причем у меня не было никогда никакой волосатой лапы а первый взнос был 4500 ну вот сами видите пока голые стены только недавно въехали буквально полгода наверное назад а это я занимаюсь фото как раз пленки проявляю ко всему прочему хотя видно что тут электроника вот тут сделан самодельный прибор осциллограф измеритель различных параметров встроенный блок питания в общем все там было у меня а вот тут мне 30 лет мой юбилей в ресторане отмечаем и как видите опять же у меня такие же длинные волосы кстати в армию я не должен был идти меня комиссовали из-за плоскостопия поэтому я без задней мысли пошел в военкомат когда меня вызвали для уточнения учетных данных и только я туда явился мне тут же вручает предписание что через пару дней с вещичками явиться служить родине и тут же не отходя от кассы меня оболванивают на лысо представляете какой шок был дело в том что сработала послевоенная демографическая волна когда ребят до призывного возраста сильно не хватало поэтому мили всех подряд и хотя армия была далеко не развлечением но своей инициативностью я максимально сгладил служебные тяготы то что у меня было стойкое желание отращивать волосы с детства был не каприз или некое хипование была навязчивая необходимость за которую приходилось бороться так же как и с самого раннего детства я себя чувствовал не от мира сего еще до школы перечитал все детские книжки а с третьего класса перешел только на техническую литературу и журналы мне все время хотелось познавать окружающую среду и постоянно творить поэтому мои самоделки по электронике занимали призовые места на всех выставках вплоть до ВДНХ и когда после школы я пошел работать на оборонный завод производящий самые различные ЭВМ то уже через полгода замучил всех своими распредложениями так как все-таки была военка то любое внедрение должно было быть исследовано и одобрено отделом метрологии и конструкторским бюро им так надоело заниматься утверждениями моих внедрений что в отделе метрологии предложили перейти к ним работать чтобы я сам все и утверждал в общем всего через полтора года я перешел туда регулировщиком КПА на обслуживание измерительного и стендового оборудования отмечу что туда принимали надложность только с высшим образованием которого у меня не было и напомню что также после школы я работал на полставки во дворце пионеров руководителем радиокружка где-то через год после армии я стал уже подавать заявки на изобретение на это обратили внимание в СКБ и уговорили перейти к ним спецгруппу по разработке самых передовых технологий инженером конструктором я как-то в своих выпусках рассказывал о некоторых разработках а еще я занимаюсь биоэнергетикой почти 30 лет что конечно же во многом изменило мое мировоззрение следующая особенность я являюсь закоренелой совой когда жаворонки уже встают в 4-6 утра я только ложусь это сильно мешало как в школе так и на работе если была первая смена и последняя я еще и левша правда родители и школа заставляли писать ручкой и держать ложку только правой рукой на том и закрепился все остальное что не было под их контролем я инстинктивно делаю левой так вот для чего я вам это все задвигаю хотелось бы чтобы вы знали что меня никто никогда не учил я до всего дошел сам поэтому не подвержен никаким традиционным догмам и постулатам которые в большинстве не признаю тем не менее многих умников хоть с тремя вышками спокойно заткну за пояс ну а теперь когда наконец все упыри и скорострелы уже давно закрыли этот ролик мы начнем наконец познавать тайны условно называемого статического электричества и преподавать вам будет неуч которого никогда и нигде не обучали официально а вот мне приходилось много кого прежде чем продолжать трепаться объясню и поясню наличие этого реквизита значит это нам все еще понадобится эти вот символы вроде шаров знаете можно сказать про атомы молекулы которые нам впаривают что они именно такие в виде шаров уже более 100 лет а то и 200 вот это у нас емкость с водой туда я бросил наполнители типа силиконовых которые расширяются наполняясь водой вот их исходный размер 3 миллиметра здесь они уже побольше этого типа как эти подшипники тут у нас емкости пустые ничего нету здесь слегка наполненные водой вот сейчас я это поставлю вот огарь стекло миллиметр толщиной я накрою эту воду и поставлю эту посуду ну допустим вот так это сюда может и для контроля два пустых процесс тут несколько долгий я потом все объясню что чему и как просто наблюдайте пока им тут разные вещи рассказываю так вот вероятнее всего вы решили что я обохвалюсь или еще какой меркантильный интерес раз показываю себя эдаким шустряком не угадали это что-то вроде интерактивного квеста есть несколько ключевых моментов я же вам говорил про волосы без которых мне было некомфортно с самого раннего детства вот обратите внимание как видите у меня нет практически никаких волос так пушок и это на всем теле в переходном возрасте меня даже это немного беспокоило конечно под мышками ниже пояса присутствует да и на голове шевелюра была приличная так вот под мою теорию разложенную в предыдущих роликах про голую цивилизацию которую уничтожили и мы сейчас все гибриды очень кстати гармонично согласовывается моя жизненная активность когда некие гены смешиваясь через несколько поколений доминируют над другими в результате моя бурная творческая жизнь требовала постоянного притока энергии и особенности бытия да и логика мышления сильно отличается традиционной и это я вам сейчас постараюсь доказать ну а хроническая нетерпимость к лжи несправедливости так вообще мне на пике реакция постоянное стремление к действию временной сдвиг путаница левого правого отсутствие густой поросли нетрадиционное мышление самообучаемость контроль над собой это то что я не пью не курю матом не ругают избиратель линькидей окружающей среде кстати плоскостопие тоже в тему да и с глазами есть некоторые аномалии к примеру когда окружающие в темноте уже ходят на ощупь то я различаю даже черную кошку рядом у меня очень чувствительная кожа к холоду теплу прикосновением с самого раннего детства я не могу носить шерстяную и синтетическую одежду еще во мне заложена бунтовская сущность и отсутствие пофигизма конечно я не один такой но все равно как белая ворона кстати на мне нет ни единого седого волоса на голове хотя брат который моложе меня на 4 года весь седой и уже давно да еще про турник не просто так застрел внимание за свою жизнь я переезжал раз 6 и даже один пожар пережил так вот всегда в первую очередь при ремонте я устанавливал турники дома и регулярно на них занимался советую вам всем сделать то же самое в животном мире мы единственные прямоходящие а для полноценного функционирования нашего организма это есть большая проблема и состояние позвоночника имеет важное значение в нашей энергетике о чем я еще не раз упомяну так а теперь я вам покажу что именно здесь происходит вот прошло некоторое время я поставил сюда емкости с водой без воды и вот такая конструкция была теперь смотрим я снимаю как видите возникло пятно испарено снизу снимаю вторую такая же картина еще больше снимаю там где нет воды контрольную как видите ничего нет опять же без воды и вот это маленькая с водой вот больше всего тут получилось видите три пятна образовалась из воды она очень сейчас мелкая но со временем если вот подождать минут там 20-30 то эти мелкие мелкие капельки начнут собираться вместе и вот в чем дело что вот так как вода обладает адгезией соответствующей вот на этой на этом пластике то вот тут сейчас идет борьба адгезии силы с внутренним взаимодействием самой воды и в конечном итоге адгезия будет отпускать а взаимодействие будет уплотняться соответственно здесь будут тут будут капли побольше они все время будут собираться и в конечном итоге если очень долго ждать эти капли будут довольно большие я вот не поднимаю эту крышечку потому что если я сейчас подниму оно резко испарится пока находится вот таком закрытом состоянии оно долго-долго не испаряется значит если поставить вот так к примеру то здесь не будет испарения здесь на этой полонике будет испарение если закрыть и поставить ничего не будет ну и тут можно играться со всякими разными и высотой и наполненностью и все остальное прочее факт то что вот происходит вот такая реакция вот такие пятнышки образуются из-за того что этот сосуд заполнен водой накрыт крышкой причем это не имеет значения можно и так сделать крышку то есть воздух туда будет проникать движение воздуха это не имеет значения все равно ставим с жидкостью сосуд и будет пятно можете вот поиграться сами так сказать будет вам домашнее задание потому что оно имеет непосредственное отношение к тому что я продолжу дальше вы думаете что я тут на самом деле с водой просто буду возиться и вам это все впаривать нет вы ошибаетесь именно мы говорим сейчас о статической энергии но так как я буду это все подавать в виде ассоциации и сравнений то это будет идти на примере воды и вот теперь дальше вот я могу это сейчас снять не буду я долго держать и вот оно сейчас сразу резко начнет испаряться вот это уже быстро испарилось и вот эти тоже сейчас испарятся вот они не нарисованы я показываю это я говорю вы можете поиграться посмотреть как что происходит на самом деле и это есть сам процесс энергетический тут очень много взаимодействий очень много переходов это я постараюсь как-нибудь наверное объяснить в будущем но не сейчас сейчас мы идем дальше как вы слышали в школе ну и вообще вас обучали вот по взаимодействию воды есть такое броуновское движение может наверное знаете лет 200 назад некий ботаник австрийский броун вот бегал за бабочками там что-то экспериментировал с пыльцой и вот решил под микроскопом рассмотреть вот кинул в воду пыльцу и решил рассмотреть что с ней происходит как оказалось она у него двигается то есть у него был хороший микроскоп такой который в тысячи раз увеличивал изображение и он мог наблюдать что вот эта пыльца она имеет примерно около микрона 2-3-5 диаметр и вот эта пыльца она двигалась он решил что даже первая версия была что это наверное они живые ну типа наверное как сперматозоиды что ли но все-таки решил что это наверное как-то связано с водой дальше это все конечно легенда это все нам придуманы вот те кто переписывал историю кто переписывал науку хотя конечно Броун вероятнее всего был такой на свете да о нем что-то описывается хотя это несложно все дальше описать события и придумать такого персонажа факт то что бегал человек за бабочками ловил их там экспериментировал и вот придумал что какие-то якобы молекулы якобы атомы или что-то там еще какая-то среда внутренняя и вот она заставляет эту пыльцу эту взвесь которая находится в воде как-то хаотично двигаться а вот еще где-то лет сто назад был такой физик Жан-Батист ПРН который где-то в начале прошлого века и вот до 26 года все рассматривал эти все броуновские движения и даже за это получил Нобелевскую премию представляете каким маразмом люди занимались и за что получали а в чем маразм я вам сейчас дальше рассказываю так вот смотрите мы берем молекулы воды ну будем считать хотя вот этот вот жескач или этот идиотизм про якобы то что атом имеет вид как солнечная система это кстати вот тот же Жан-Батист ПРН и выдвинул такую идею что ядро атома должно быть как солнце и вокруг него электроны летают ну как солнечной системе ну предположил так вот у него такое вот было воспаленное воображение опять же я считаю что это все придумано кем-то эта вся история и эта легенда писана факт то что люди конкретные получили Нобелевские премии за это и вот что происходит значит он доказал конкретно что вот двигаются молекулы воды и эти молекулы воды вот играет футбол с этими частицами с этой известию которая там внутри находится и получаются хаотичные движения это мы все видим фиксируем можно зафиксировать если у кого хороший микроскоп что же происходит вот давайте посмотрим значит молекулы воды или что-то такое они имеют размеры примерно так одну пятую одну десятую нанометра а что такое нанометр это тысячная от микрона то есть тысячи раз если у нас эти частицы которые вот там хаотично двигаются около микрона и больше молекулы у нас в тысячи а то и в десятки тысяч меньше что же происходит значит какая-то масса огромнейшая вот этих молекул в виде футболистов вот собираются с одной стороны этой частицы и начинают ее толкать в какую-то сторону причем толкают упорно другая команда молекул начинает толкать в другую сторону вот они так футболы гоняют так вот давайте посмотрим визуально вот возьмем частицу пойдет возьмем молекулу сходится нет как-то не сходится в тысячу раз не получается а то и десятки тысяч может что-нибудь поменьше и побольше тоже не то правда хорошо а давайте возьмем вот это знаете что это максимум что я нашел из шаров это вот шар свой от боулинга когда-то лет 15-20 назад я немножко чисто так любительски этим увлекался походил год там были соревнования как оказались республиканские я как любитель пошел там была куча профессионалов ну короче занял первое место даже на дорожке нашего лучшего боулинга в городе там до сих пор мой рекорд висит я даже сам удивился прошло больше 15 лет он все еще висит никто не побил вот такой шар он имеет всего диаметр 20 сантиметров маловато правда для соотношения а вот у нас подшипнички 3 миллиметра вот они а теперь представьте себе как вот такой шар только в раз 10 больше и вот такие шарики в раз 10 меньше и соотношение еще больше вот долбят вот такие шарики вот по такому шару соответственно по размерам и оно хаотично двигается причем двигается соиземеримо с диаметрами так вот если взять например там 2-3-5 метров диаметр вот такого шара и вот он двигается по отношению к ним где-то так ну на шагов 5-10-20 то есть этот хаос движения происходит вот этой частицы в несколько диаметров ее самой это все происходит в воде и это вам все впаривают вот эти деятели наук которые получают нобельские премии за это то есть вот эта толпа мельчайших шариков собирается с одной стороны и пихает этот шар в другую сторону а те как-то там засыпают с другой стороны или то есть то что обволакивает вот эти частицы а это же жидкость то есть она обтекает все что в ней находится или вот этот шар обволакивает масса молекул собирается с этой стороны и начинает давить на этот шар вот он скакнул туда те пошли туда и вот так гоняется футбол вы сами вот можете в такую картину жизни поверить конечно это идиотизм почему такое происходит мы с вами сейчас будем это и раскладывать по полочкам потому что это имеет непосредственное отношение как к полной фальсификации вот познания мира и физики процессов так и к тому почему речь идет о статическом электричестве и как это все работает так как это аналогия то будем и говорить об аналогии значит теперь как я могу это сказать вот у нас жидкость вот у нас емкость вот сейчас у нас тут примерно почти 30 градусов 28 жидкость имеет всегда меньшее значение тут вообще испарение более интенсивное значит еще ниже вот обещание 28 градусов у нас тут дожди идут уже вторую неделю сплошные все заливает как у всех так вот в чем фальсификация и в чем неправильный подход или некорректное отношение к этому опыту который был вот так вот 200 лет назад произведен выдан науке и уже потом как постулат до сих пор все рассматривают в школе это все этот идиотизм вы можете посмотреть как вам в школе преподают то есть вот как я вам показывал вот эти шарики там поменьше побольше там какая-то шайба там еще что-то и вот оно все там типа друг друга и вот эта шайба мотается то есть этот идиотизм впаривают так ну просто вот забивают молотком и зубилом в мозг значит что такое вот происходит у нас жидкость сейчас определенной температуры откуда эта температура из окружающей следы если мы сейчас понизим температуру понизится температура воды так ведь если мы начнем жидкость эту подогревать соответственно поднимется температура так вот получается что что в данный момент температура воды 25 градусов это энергия ведь есть еще 0 градусов абсолютный 0 вот если бы это был абсолютный 0 и это было жидкостью дальше тогда вот эти все варианты с бровневским движением были корректны но из-за того что сейчас вода фактически заряжена примерно около 300 градусов по кельвину то есть от абсолютного нуля нагрета на 300 градусов и в итоге получается что мы ее зарядили эту воду энергии от нуля до 300 200 если мы сейчас уберем окружающую среду что у нас произойдет жидкость начнет остывать то есть она теряет энергии в окружающую среду и мы так можем все довести до абсолютного нуля но мы же знаем что при 273 по кельвину или при 0 градусов по цельсию она превращается в лед и уже в виде структуры льда может остывать дальше до абсолютного нуля вот у нас 0 как вы думаете будет при абсолютном нуле если бы это все таки состояние жидкости было бы ли там ровновское движение там быть ничего не может потому что нету вложенной энергии вот мы вложили нагрели до 300 градусов по кельвину вот у нас есть движение и вот эти потоки они происходят постоянно в чем дело ведь когда жидкость постоянно находится в состоянии такого нагрева остывания вот из-за того что например сосуд имеет различное сечение верхний нижний слой соответственно тут даже вот малейшая есть разница здесь например температура там меньше здесь больше или наоборот в зависимости от того вот на чем оно стоит если вот здесь вот основание более холодное значит будет остывать если более теплой будет нагреваться окружающая среда воздух если он более теплый холоднее он будет все воздействовать на эту жидкость опять же идут испарения вода испаряется даже если мы идеально здесь выстоим 25 градусов везде то есть сделать состояние жидкости абсолютно на спокойном уровне чтобы она никак то есть вот она была ровно со всех сторон снизу сверху сбоку с любой стороны было ровно 25 градусов и тем не менее бровновское движение будет происходить но почему потому что есть еще вот такое воздействие малейшее вот я разговариваю здесь и происходит опять же микродвижение вот этой жидкости она постоянно находится в движении внутреннем своем и это движение неоднородно если мы стучим здесь вот соответственно происходят какие-то там процессы а эти процессы если их увеличить тысячи раз там почему-то частицы двигаются но двигаются они как раз вот из-за этого опять же даже если взять уровень воды вот жидкости верхней и нижней разное давление все уже идет процесс и там постоянно в этой жидкости происходит совокупность огромнейших постоянных процессов температурных физических вот этих давления испарения тут происходит столько огромнейшее количество процессов а главное что вода энергетически заряжена до 25 градусов по цельсию или около 300 по кельвину от абсолютного нуля и поэтому все что вам втирали эти нобелевские лауреаты это все полное фуфло для чего это делается или они совсем идиоты ну я так не думаю что они не понимают что происходит то что не совсем соответствует тому что они описывают и к чему призывают неужели они об этом не знают знают значит что это мировой обман для чего для того чтобы вы не понимали сути процесса что при этом происходит вот поэтому идет речь о том что есть внешний источник который действует на какую-то материю своим то ли давлением то ли температурой то ли еще какой-то энергии факт то что из-за этого происходят все движения в этой жидкости так как она имеет неустойчивое состояние и все это будет соответственно из-за того что идет внешнее воздействие если этого внешнего воздействия не будет то не будет и движения и главная ошибка точнее это не ошибка это преднамеренность вас заставляют верить что есть некая молекула там или атом вокруг которого там двигаются электроны протоны и всякая остальная дрянь и это все находится в бесконечном состоянии то есть молекулы взаимодействуют постоянно друг с другом атомы тоже там как-то взаимодействуют вокруг них все что-то вращается крутится и это все бесконечно и это все есть движение а в движении есть жизнь так ведь вам говорят правильно а на самом деле из-за чего это происходит потому что туда вложена энергия извне и если она испарится удалится выйдет движение никакого не будет и нет никаких атомов нет никаких электронов и тому подобной хрени потому что нету там никакого движения и никто вокруг другого или себя никак не кружится этого нету при абсолютном нуле ничего нигде крутиться не будет и пока мы не вложим эту энергию в какое-то вещество никаких процессов происходить там не будет если немного подытожить но не окончательно так как вышесказанное и показанное только намек на дальнейшее пояснение о том что все материальное заряженное некой энергии то ли температурное то ли физическое то ли электрическое будет стремиться ее отдать в окружающую среду или принять если из окружающей среды энергия будет более избыточна показываю на пальцах жидкость нагрета до 50 градусов окружающая среда 25 градусов по цельсию значит жидкость будет остывая отдавать ранее полученную энергию в окружающее пространство причем из-за особенности емкости и неравномерности окружающей среды этот процесс будет идти с разных сторон по-разному как результат внутри емкости будут образовываться различные температурные потоки которые фиксируются микроскопом как движение частиц и наоборот и если окружающая среда имеет большую температуру то жидкость примет эту энергию и никакое самостоятельное хаотичное движение неких мифических молекул тут совершенно не при чем только температура определяет состояние вещества или это будет твердое или жидкое или газообразное или плазма и вот вам аксиома любая материя или иное физическое вещество отдает свою энергию окружающей среде стремясь к полному покою как результат нет никакого самостоятельного движения и взаимодействия так называемых молекул или атомов если к ним не приложена энергия извне при абсолютном нуле нет никакого движения там вечный покой в общем-то английского ботаника брона жившего 200 лет назад еще можно простить а раз он дятел сам не понял что в микроскопе происходит но тот же физик ПРН через 100 лет не мог же быть таким диким тормозом или Эйнштейн тоже ботаник или просто мировой провокатор давно уже об этом слухи ходят тут как минимум мировой сговор обратите внимание каким образом они исследовали сие чудо при помощи микроскопа который подсвечивался сильной лампой накаливания это почти бойлер на предметное стекло светить мощнейшим тепловым прожектором в паре сантиметров как итог там жидкость должна почти вскипать а частицы просто выпрыгивать из-под окуляра представьте себе что вся физика состоит из таких некорректных ляпов если кто не догнал моего намека про набухающиеся шарики имеющие начальный размер 3 миллиметра возможно поясню в следующий раз а пока все это на подумать последние так называемые ученые это фиксаторы событий и явлений или фальсификаторы которые подгоняют теорию под практику и чаще из них это делают подобные ботаники вроде тех же Броуна и Перена причем с неким левым интересом ну и теперь у кого поехала крыша можете просто застрелиться так как дальше будет еще веселее правда если тема будет неинтересна то я снова уйду в туман на пару месяцев всем пока и на Белятом тоже жду ко мне свой огород что не менее не менее ими 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 Продолжение следует...